Девушки отдыхают При этом пока по миру в целом 6 миллионов 873 тысячи случаев коронавируса У нас были почти 400 тысяч человек, а у них 3 миллиона 348 тысяч пациентов Министерство юстиции признало обоснованными антикоронавирусные ограничения в России Соразмерными угрозами назвали также указы мэра Москвы Сергея Собянина Ведомстве отметили, что их вели именно для защиты людей, а не для большинства их личной жизни Китай, начальник, также пообещал, что все данные системы электронных выпусков И программ для слежения за людьми на карантине после пандемии удалят Могая погода и комитанский час снизили интенсивность протестов в Нью-Йорке Как сообщают СМИ, остаются международным человеком в парке в Академии Поплине Массы в акции протеста и беспорядки во многих городах Америки начались после смерти При задержании полицейскими в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда Его заподозрили в использовании фальшивой купюры Позднее выяснилось, что он уже 5 раз сидел в тюрьме Сегодня отмечаем Международный день русского языка Возвращение департаменту по общественным связям От этого организация мигдонных наций Русским владеем по 250 миллионам в этой планете Кроме того, именно в 6 июня родился Александр Пушкин Официальный курс 168,63 рубля, евро 77,97 рубля Срочные новости читайте на самом популярном сайте Радио КП.ру Максим Добролюбов, служба информации «Комсомольская правда» На район «Комсомольская правда» военный ревюк полковника Баранца Здравия желаю, дорогие наши, почти что родные, радиослужбители военного века «Комсомольская правда» Ну а мы начинаем новую передачу Как всегда, запределенно честно, надеюсь, откровенно, деловую конкретно Ну с вами, как всегда, не только Виктор Баранец, но и Михаил Тимошенко Здравствуйте, товарищ Страна Слова Итак, сегодня, ну, во-первых, какие новостя? Какие вести с полей? Какие вести с полей? Да, это правда Особо, я бы сказал, обнадеживающих вестей, но как-то нету Вот продолжаются полеты американской разведывательной авиации Вдоль наших берегов А? Это как это? За прошлую неделю 21 полет Из них 5 вдоль Камчатки Ну, и беспилотников аж на 5 штук Три раза мы авиацию поднимали А потом уже в первый день этого месяца Пришлось гонять И не просто какую-то приблудную разведывательную авиацию Типа «Посейдонов» А «Би-1Би» Стратегически тяжелый бомбардировщик Аж две штуки Они, правда, свернули и улетели на Украину Не, ну я ж понимаю Я ж понимаю Це ж наши друзи Вины ж над нами У небе Ай Америка знамы Америка знамы Шароварами потрясти можно Ну, ёлки-палки, конечно, нас тут же начали спрашивать А почему это мы их не сбили? Вообще, мне нравится постановка вопроса Хрен с ним, что они на территории Украины Могу достать? Сбиваю И че там такое? Что в 83-м году что-ли было? Это когда Агарков потом рассказывал Как мы свалили 207 кал Над Сахалином Ну А тут боевые И ёлки-палки, не, ну вообще правильно Конечно, бивать надо, че более Ну, что еще сотворил? Ты специально там сел, чтобы меня напрягать? Я тебя не слышу, половина. Да, бароне свой любимый. Из них 122, оказывается, получено по ипотечной системе, и 678 разбойников получили служебное жилье. Вот нам говорят, да это вот контейнер грузовой. Мама дорогая, если ты найдешь себе жилье в деревне в 20 километрах от части, я на тебя посмотрю. А контейнер, кстати говоря, выглядит очень неплохо. Это же служебное жилье. Можешь творить там, чего хочешь, но это твое на то время, пока ты там служишь. За что мы должны извиниться с Виктором Николаевичем? Ну, извинения, конечно, они не учитываются, вообще говоря, но здесь ничего не поделаешь. Мы не выходили в эфир в понедельник. А это же было какое число? Ах, это был день 88-летия нашей военно-транспортной авиации. Охотно подняли бы рюмку с пилотами-транспортниками и с наземной службой. Иначе как бы там не приходилось. Вот они 80 часов накручивают в полетных, да? А вообще говоря, сколько мне помнится, военно-транспортная авиация наша, это самые летающие. Да, 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 там 150 зашкаливал лучше. Да, 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 в общем случае, да. Вот. Ну, пожалуй, с новостями-то все, потому что про количество учений, говорить про то, чего тут оборонзаказ выполняли. Кстати, я хотел бы обратить внимание, этого генерала из Министерства обороны, вот специально не называю фамилию, он, видимо, давно не заходит на свой сайт министерский. Иначе бы в разделе «Гособоронзаказ» он хотя бы потрудился указать БМБ-3 и количество, которое поступило в войска. А тут написано моделька БМБ-3. Можешь тыкать, сколько угодно маркером, не открывается. Миша, я кое-что из новостей любопытных тоже наковырял. Ты мне позвали, коротенько пробегайся, потом ты будешь о заявленной теме. Ну, сегодня состоялась коллегия Министерства обороны, где львиную долю времени уделяли подготовке к параду и как этот парад будет обеспечен антикоронавирусом. В смысле очень серьезные доклады были, да. Ну что, я назову только цифры, которые озвучил министр. Значит, четко уже обозначено, что будет по параде участвовать немногим, более 14 тысяч. 225 единиц всей техники, внимание, всей и воздушной, и иноземной. 75 самолетов. Обещает министр, 20 новых видов боевой техники. Посмотрим. Любопытнейшая деталь. Любопытнейшая деталь. Приглашено 19 представителей, скажем так, дружественных стран. Так вот, интересная деталь, что их будут прежде допустить на окрасную площадь, их тоже будут проверять. Я надеюсь, что все время их будут делать. Да. Любопытная новость, конечно, то, что у нас отобрано 50 добровольцев для проверки вируса против... Максим, извините, против вируса. Я сегодня полдня посвятил этому. Дорогие друзья, на сайте Крымсомольской правды все это написано. Кто отбирался, как отбирался, чем они будут заниматься. Бегу дальше по любопытным новостям. Турция, оказывается, Миша, заказала у нас оружие аж на 1 миллиард долларов. Рассчитывали что-то турки очень интересно. Уже они южный поток сначала закрыли. Да. Ну что, Миша, заболела голова нашего командования Черноморского флота. 20 корабликов от малых до больших болтаются все-таки там в бухтах при Севастополе. Миша, это же гигантские деньги на обслуживание, на что бы не утонули. Энергообеспечение. Вот сейчас депутаты предлагают их перегнать. Из 40, на момент, когда Крым возвращался, кораблей разных, 20 марков, осталось 20. Вот эти 20 железет, они закромождают бухты при Севастополе. Конечно, причальный фронт. Ну, чего-нибудь. И им же предлагали, давайте зацепим вас за нос с нашими буксирками, правильно, и потащим в адрес. Миша, ну нормально. И утопим, и утопим. Да, да. Ну что, дорогие друзья, нельзя забывать, что именно 2 июня 55-го года был заложен космодром Байконур. И печальная дата. В 62-м году в Новочеркасске, правильно же я говорю, Миша? В Новочеркасске был расстрелян бунтующий пролетариат. Убито было 23 человека. А нам рассказывают, что они хотели пирожков с мясом. Да. Ну и что, дорогие друзья, какие меры? Кроме того, что было убито, 23 человека были приговорены к расстрелу. Ну, а ЦК КПСС, прожевывая сопли, выдумывала виртуозные формулировки, вместо того, чтобы признать просчет. Миша, ты знаешь, это нарушение. Буду устраивать, наконец-то. Просто так. Сначала цены повысили, и тут же расценки понизили. Да, да. Вот народ на стену и полез. Ну что, Михаил, а теперь ответь на свой главный вопрос. Почему у нас так много военных, пенсионеров? А военных у нас немного пенсионеров. А вам чем пенсионеров? У нас пенсионеров из тех ведомств, где предусмотрена воинская служба, 2,7 миллиона. А чисто военных около миллиона всего. Это, конечно, не сравнить с тем поголовьем чиновников, которые у нас в стране. Их больше. Так вот, когда заходит речь об армии, раздаются вогли в соцсетях, что только не пишут. Нам не нужна призывная армия. Дайте нам вот профессиональную. Не будет ни дедовщины, будет хорошая служба. Кто идет на контракт? Ребята, вспомните того комбата, который в свое время во вторую чеченскую кампанию уговаривал. Уберите из моего батальона контрактников. Я чего хочешь сделаю и кого угодно порву. С контрактниками вопрос такой. С другой стороны, вообще говоря, это люди, прошедшие усиленное обучение. И возникает вопрос, что просто так их выбрасывать нельзя. Потому что профессиональная армия, понятное дело, если что-то случится, А по моему глубокому убеждению, это вот-вот, но не через неделю, но случится точно на наших границах. Нельзя. Значит, ты отправляешь на пенсию. И вот нам все время трещат пальцем. Госпожа Шусова сказала, что пенсия у вас на среде 26,5 тысяч. Ну да. Ага, 26. Но математика женщина строгая, как та жаба, которая душит нашего Силуанова. 26 тысяч, это значит, медианная 20, даже точнее 19, а модальная меньше 20. И это там тысяч 15. И что? Эти люди за 15 тысяч будут поддерживать свой уровень и в случае войны тут же побегут? Радио «Колсомольская правда». Это настоящая музыка. А я хочу, как ветер петь, И над землей лететь. Настоящие эмоции. Это пиаско, братан. И настоящие люди. Я мечтал быть космонавтом с детства. Это счастливый мальчишка своего детства, потому что я осуществил свою мечту. Радио «Колсомольская правда». Живи настоящим. Купите сегодня ежедневный выпуск газеты «Колсомольская правда» и узнаете все о поправках в Конституцию. Почему для каждого из нас важно проголосовать. Сегодня в «Колсомольской правде». Реклама 12+. Руководитель общественной организации «Садовода России» Андрей Туманов о своде провел планировки и застройки дачных участков. Дорогие друзья, не забивайте себе голову, дорогие дачники. Ничего не произошло. Это просто повторение пройденного. И никто к вам, ну кроме ваших соседей, там дополнительно претензий не предъявит, а с соседями надо дружно жить в любом случае, нарушены ли правила или не нарушены. То есть если соседа устраивает, и он не против того, что там туалет рядом, либо домик рядом, пожалуйста, подписывайте между собой бумагу и дальше живите. И ни один суд не придерется к этому. Если соседа устраивает, то какого рода это будет, так сказать, не устраивать кого-то другого. Ведущие нового утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» уже совсем взрослые люди, но ведут себя порой. Особенно, когда собираются все трое вместе. Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. С понедельника по пятницу. Начинаем.